Я, Екатерина Зайцева, приветствую вас, дорогие дачники, в нашей передаче «Удача на даче». Тут я вижу, у вас оттенками вы еще играете цветов, помимо того, что вы размерами играете. Укрывать нужно попозже, когда мыши уже, скажем, на зимовку разошлись. А у нас рядом лес обратили внимание, они вот с леса потом приходят сюда, поэтому я укрываю как можно позже. Прекрасное место, рядом озеро, а дачный участок благоухает своей красотой и ухоженностью благодаря трудолюбию и усилиям своих хозяев. И мы продолжаем свое путешествие среди великолепных туй на даче у Лилии Садоводовой. Ну вот мы уже гуляем по нашей замечательной тропинке, и тут у нас вертикальное колонновидное и горизонтальное шаровидное озеленение. Это, расскажите, стриженая туя? Нет, нет, Катя, эти туи я не стригу, они такие по себе и растут. Единственное, что я делаю с этими туями, это чищу крону от опавшей хвои, листики, я уж не знаю, как говорить. И с каждой туи осенью я две тележки опада вывезла. Это ценный опад, пригодится для рододендров. А вы чем, руками, что ли, или каким-то граблями? Это сложная процедура, это лучше не видеть, надо мной все смеются. Это огромная стремянка, и я как, я даже не знаю, как крот под землей, так я вычищаю руками эту тую. Выглядит, наверное, со стороны очень смешно. Так а тут вам, наверное, эти перчатки такие пригодятся с когтями, можно. С крестиями, наверное. Ну, наверное, трудоемко, на одну тую где-то у меня уходит больше часа, чтобы вычистить одну тую. Но я не делала это 4 года, поэтому... Это не обязательно делать, но я не делаю это каждый год. Вот 4 года я их не чистила, сейчас почистила, я думаю, еще на 4 хватит. Появилось время и сделали. Да, да. Оно и само, как говорится, что-то очистится. Вот у вас шаровидные, разных форм, разных размеров. Это все один сорт, просто разросшийся уже высоко, или все же разные? Нет, Катя, это разные тую. Название я вам не скажу, потому что это большой секрет. Значит, это... Все захотят. Это один, это немножко помоложе, это постарше, это другой сорт туй. Но связываю их, потому что иногда все-таки зимой выпадает снег. Бывают такие явления у нас. И туй разваливается. У меня пострадали туй, сломались веточки. Она очень долго отходит потом весной, поэтому связываю. Это совершенно нетрудно. Ну, я вчера у себя на даче тоже каким-то, я не знаю, шестым чувством заставила мужа тоже связать эти ттуи. Думаю, жалко будет, если веточки треснут, и такой замечательный этот помпончик образуется, а тут его потерять. Конечно, обидно. Вы знаете, я все-таки думаю, что надо делать это раньше, потому что в морозную погоду не рекомендуются. Ну, вчера была вот, типа, кротыра или землю, было замечательно. А, ну да. Было вчера очень хорошо все связывать. А будете ли вы над ними строить какой-то шалашик? Да ну что вы! У меня на участке 300 туй, если я буду строить шалашики, я тут и зазимую, а потом еще полвесны буду шалашики снимать. И без шалашиков ни одна туя не погибла? Нет, нет, нет. Ну, значит, и я больше этим заниматься не буду, потому что для меня это, ну, утомительно, конечно. Я думаю, что шалашики делают в городе над туями, которые около дорог растут, потому что все эти реагенты попадают. Я думаю, вот только с этой целью. А никакой другой, они абсолютно зимостойкие. Ожогов они боятся, они говорят, от ожогов. Те боятся, вот те, что вы видите, мои ожогов не боятся. Я знаю, что ели конь кого-то, они, да, боятся, их надо укрытись и боятся. Вот те, вот эти туй, что мы видим, они ожогов не боятся. Никогда мне не подгорали. Тут я вижу, у вас оттенками вы еще играете цветов, помимо того, что вы размерами, да, играете. Это что у нас? Можжевельник. Это можжевельник, да. Это называется голубой или какой-то... Я тоже. Не голубой. Не скажу, не скажу, какой можжевельник. С названиями у меня сложновато. Да, если я найду картинку, я его узнаю точно. Ну, да, это можжевельник. Но вроде бы скальный. Где-то я читала, да. Снизу крону немножко подняла, потому что он очень широкий внизу был и наполз на эти туй. Немножко подняла и... А мне нравится, когда вот люди обрезают нижние ветви на хвойных растениях, на елях, на соснах вот убирают. Оно тогда очень аккуратно и хочется под ними снизу гулять, ходить. Не боишься, что там какая-нибудь змея на тебя вылезет или какой-нибудь жук кусачий. Непонятно. Я вот издалека заметила, прям хотела побежать. Это вот просто как будто сотканная женщина какой-то связанная из ниток. Кружевная. Кружевная вообще какая-то такая туя, да? Это туевик. Туевик. Это я точно помню, названий не помню, их много, но это туевик. Я вот все, я влюбилась, я тут же побегу куда-нибудь его покупать. Она как из воска, из какого-то. Это чудо просто природы. Хвоя с этой стороны, веточка серебряная. Посмотрите, какое чудо природы. Ну вот что еще надо? Послушайте, приехать к себе на участок и вот это просто разглядывать можно часами. Да, и декоративно в любое время года, это самое главное. А сажать его лучше маленьким или можно любым, если в закрытый, да? Ну, их продают в питомниках в вазонах. Был он сантиметров 30, ему лет 8. Так он порядочно вырос. Да, да. Ну, прирост, прирост, вот он, прирост этого года. Вот он виден, он всегда светлее. Вот прирост этого года, то есть он очень активно растет, да. Так, запомним, туевик бесподобный. Да, да. Ну да, хвойников у вас очень много, они разных красивых форм, разных цветов, оттенков, я смотрю. Истригутся они, наверное, у вас, да, по-разному? Да. Вот они все формируются как-то особенно, да? Да, это мое баловство. Я могу сказать, что это я так балуюсь. Беру специальные ножницы и вот что выходит. Из этой туи должен был получиться такая змейка, но не получилось. Ну, получилось вот что есть. А, вы хотели так по кругу? Да, 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 да. Ну, не удалось. А интересно очень смотрится, кажется, что она такая от природы. Как будто специально, да. Если ты в чем-то ошибся, надо усугубить и сделать, как будто так и надо было. Вон там у вас целый забор получился из этих туи? Мы их стрижем, у нас есть специальные такие большие ножницы, мы их стрижем, и тогда семена не нарастают, они не становятся такими коричневыми. Сдерживаем их, потому что если бы мы не сдерживали их по высоте, они бы уже были очень высокие, огромные. А забор прочитала где-то в умных книжках, что по правилам дизайна надо сажать деревья и высокие деревья, растения так, чтобы не было понятно, какого размера участок. Поэтому если посмотреть на наш, вот сосны у меня, сосны у соседей, березы, березы немножко дальше. Ну и, наверное, получилось, я думаю. Очень интересно, очень красиво. Кажется, что мы вот просто в каком-то, не знаю, в резиденции, где где-то должен стоять дворец, и сейчас выйдут дамы с кавалерами прогуливаться вокруг. Да, мы любим, мы любим свой участок, мы просто постоянно им хвастаемся. Вот хвастаемся, что так у нас здесь хорошо и красиво. Надо сказать, что мне нравятся листопадные растения, тут плодовые деревья. Но посмотрите, какой замечательный у них каркас, когда лопали листья, и цвет даже самих вот этих вот стволиков, веточек тоже замечательный. Я люблю ими тоже любоваться. Вижу, что у вас на участке и вертикальное есть озеленение, да? И какое-то горизонтальное, и всякое-всякое-всякое. Ну расскажите, у вас... Вы терминами владеете, вы абсолютный профессионал, Катя, я вам скажу. Даже я так и не знала, но посмотрела, да, есть вертикали, есть горизонтали. Очень интересно, забавно, не знаешь, где участок начинается, где закончится, и за каждым углом, наверное, какое-то чудо новое нас ждет. Я могу вам показать свои углы. Очень интересно, пойдемте, покажите. Так, вот у нас на камушек накладывается какой-то можжевельник. Да, это стелящийся можжевельник, да. Я подвязала его где-то год назад, он на палочке у меня стоял, чтобы я думала как-то по-другому. Но эта палочка как-то меня смущала, мне не понравилось, я его отпустила. И в результате получилось то, что получилось. Вообще растения, они такие благодарные, они растут сами, как им надо, и выходят красиво. Очень красиво, и лаванда рядом, она не вымерзает? Я ничего не делаю, у кого-то вымерзает, у меня вот нет, не знаю. Ну я вот в этом году поленилась ее укрыть, нет у меня времени, и надеюсь, что она не вымерзнет тоже, правда? Ну, если будет такая зима, то не вымерзнет точно. А вот это что за чудеса? Это лиственница, это лиственница. Купила на Смоленском рынке у женщины, совершенно недорого, она со словами «забирай хоть за сколько-нибудь», продала ее мне очень маленькую. И вот потом по телевизору увидела, что это какая-то редкая лиственница, она, мало того, что у нее веточки такие, у нее еще и листики, и иголочки, они тоже такие волнистые. Очень красиво. Очень забавно, люди некоторые ходят на блошинные рынки покупать всякие там интересные старинные штучки, правда? А мы, и я тоже так люблю, купить какую-нибудь невзрачную растишку, посадить, а из нее потом вырастет чудо. Да-да-да, при том у нас на Смоленском и на Полоцком рынке, я вам могу сказать, можно купить такие необычные вещи, что иногда в каталоге не найдешь. У нас наши люди молодцы, замечательно все выращивают и размножают. Ну, судя по соцсетям, люди сейчас очень заняты этим вопросом. Мне очень нравится, что много людей, которым не все равно, и они природой заинтересованы, и в окружающей. Да, да, это позитив, это хорошо. А камни вы откуда? Тащите специально или они тут были? Тащим, тащим. Я, муж, сын, берем тележку и тащим. Очень здорово смотрится, конечно, красиво. Я тоже недавно передачу смотрела про камни, что даже сам по себе камень, просто от того, что он есть, он может уже красоту дополнительно создать на участке. Хочу показать вам свою любимицу, свою необычную ту. Мои гости всегда задают вопросы и удивляются, а что это за растение? Это туя. И, как и многие необычные растения на моем участке, я приобрела ее маленькой на Смоленском рынке. Опять со словами, она никому не нужна, берите хоть за какие деньги. И выросла вот такая сказочная, я бы сказала, красивая. Я очень ее люблю. И даже немножко жалко, что она так в отдалении растет у меня. Где-то можно было ей около тропинки посадить. Но, тем не менее, вот такая красавица есть у меня на участке. Впереди весна. Там мы ходили, гуляли и видели, что какие-то интересные грядки, теплые. Люди стремятся всегда вырастить урожай пораньше, увидеть, наверное, первую зелень, скорее получить огурцы, соревнуются. И, наверное, вы нам расскажете, как же делать теплые грядки. Обязательно. Я что-то такое слышала, что их нельзя делать заранее. Но эта теплая грядка осталась с того года. Чтобы сделать теплую грядку в этом году весной, надо кое-какие действия. Ну, не раскрывайте всех секретов. Мы поговорим дальше. Дальше у вас там еще есть тисы, есть какое-то заморское растение бесподобное, которое вы сказали, сейчас оно некрасивое, но... Скумпия. Скумпия какая-то. Да, сейчас непонятно. Да, есть, 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 есть мне еще что показать. Когда наступит тепло, будет, будет что, что увидит. Усадьба. Товары для дачи. Любая покупка удачная. Скумпия. 14 декабря. Не рекомендуются посевы и пересадки. 15 декабря. При необходимости можно обработать комнатные растения от болезней и вредителей. 16 декабря. Можно закупить семена, удобрения и средства защиты растений. 17 декабря. Можно подготовить грунт под будущую рассаду. Винограды. Здравствуйте, дорогие садоводы-любители винограды. Для укрытия я использую обычный сахарный мешок. Вот, только извлекаю целлофан отсюда, чтобы плесень не возникал. Или такой побольше, любой. Где-то градусов до 5. Предварительно прикрываю вот этим. Ну, потому что не терпится вроде укрыть, но я не укрою. Я предварительно подготовлю вот так. А для чего это делаю? То есть шалашика. И она готова. Укрываю я синтепоном. Когда уже идут, скажем так, мониторю прогноз погоды. Смотрю, морозы подошли, там, градусов 10-15. И я синтепон, 200-я марка, разрезаю у меня уже по участку, пронумеровано оно все. Укрыть. В случае же, если мы в открытом грунте, и нет у вас такого весельного укрытия, берем, вот, допустим, для сравнения возьму мешок, берем кусок рубероита или какого-то материала, который не пропускает влагу. То есть я ложу в открытом грунте сверху еще, чтобы синтепон у нас не подмокал. И все. Оставляю при этом продушку. В прошлом году, в декабре месяце, я укрыл, скажем так, по морозу. У нас такой неоднозначный год в прошлом году был. И получилось, что я вынужден был раскрыть. Раскрыть и еще раз обработать железным купоросом лозу. Просушить и повторно укрыть после наступления устойчивых запросков. Потому что снег растаял у нас, стал там парниковый эффект, слишком жарко. И она начала подмокать, и плесень немножко пошла. Причем обработанная железным купоросом, даже так. И повторно я положил приманки для мышей. Я, кстати, забыл сейчас сказать. И в эти тоннели ложу приманки для мышей. Ну, страхуюсь. Причем по мышам много отзывов, что страдают кусты. Вот в данном случае у меня было при укрытии соломой, когда по лесу там, когда подмокают, это вот половодие идет. Они сбегаются и повреждают лозу у нас. Мы теряем урожай, получается. В последний год я практически всю приманку изначально утилизировал, потом по весне. Потому что они уже расстелились. Почему вот укрывать нужно попозже? Когда мыши уже, скажем, уже на зимовку разошлись. А у нас рядом лес обратили внимание. Они вот с леса потом приходят сюда. Поэтому я укрываю как можно позже. То есть не то, что там 20-30 градусов, но стараюсь по укрытию еще. Строго календарных сроков нет. То есть я смотрю, мониторю, еще повторю, погоду. Я смотрю, когда устойчивые заморозки. То есть точно в ноябре или в декабре, я сказать не могу, в такое число. Я подхожу индивидуально. Здесь мы стоим, это открытый грунт, легкое укрытие у меня целлофан. Просто от осадков. Они от мороза не спасают это. Укрытие у меня работает на раннее весеннее заморозки. Ну, градус 2 не спасает. Минусовую температуру сглаживают. Здесь в данном случае у нас кустик, наверное, 4-летний, 5-летний. Легкое укрытие. Синтепон 200. И снизу вот я покажу. Я даже не смотрел. Контроль у меня недель назад где-то был беглый. Вот показываю укрытие. Мешки обычные полипропиленовые по лозе, чтобы синтепон не лохматился. Вот открываем и смотрим лоза. Состояние сухое. Вот она не касается мне земли. Какие-то деревянные прокладочки с кобами прикреплены. И практически вот вижу зеленая травка и чуть-чуть плесень. Но на лозе ничего нет. В прошлом сезоне, поздней осенью, я обработал слегка железным купоросом. Я же перестал обработки легкую дозу, то есть не 3% стандартную, ну, процент-полпроцента где-то. И с добавлением препарата от клеща паутинного. Потому что бич прошлого сезона заметен не только у меня где-то, ну, по отдельным сортам было. Поэтому для профилактики я обработал. То есть она вся сухая, плесени нету. Что еще, обратим внимание. И контроль подкормок, ну, тут не подкормок, а для мышек. Потому что вот где-то у меня я прошел и пришлось неделю назад пополнить запасы отравы. Зима в данном случае в этом сезоне мягкая. И они просто, ну, шныряют везде. И чтобы почка не снесли, не скушали, я пополняю. Ну, погода позволяет, то есть у меня укрытие не примерзло. Я свободно могу подсыпать. Вот сегодня контроль произвел. Смотрю, на лоре там есть. Дважды я пополнял запасы. То есть не ленитесь, подкармливайте их, чтобы они вам вред не нанесли в этом сезоне. Две основных операции в открытом грунте, вот я для себя усвоил. Контроль лозы, как она сухая, содержит плесень, не содержит. И подкормки от мышей ложу. Если же в случае лоза у вас покрылась, ну, в связи с влажным климатом, плесенью, у меня в открытом грунте я практически ничего не производил. Все нормально. Состояние лоз в закрытом у меня, там чуть теплее, градуса на 3-4. Я вынужден обработать легким раствором перманганата калия. Или же можно взять перекись водорода легкий. Обработайте, просушили и обратно повторно укрыли. Как-то так, контрольно. Вы смоете эту плесень, все, она прекрасно будет дальше. Можете в течение сезона, ну, раз-два сделать. Но я думаю, одной обработки вам хватит. Какие сейчас работы можно произвести? Да, практически я уже повторюсь, что у меня разрыва между сезонами не стало. Я не заметил. Плавно перешел уже на настольные прививки, на укоренения, шпалеры восстановил, даже покрасочные работы какие-то произвел. То есть облегчил себе труд. Можно еще запастись фунгицидами на следующий сезон. Какие-то удобрения, там, комплексные, плантофолы, кристаллоны. Ну, что вы используете? Но органические, конечно, это будет по сезону. То есть подкормок сейчас никаких не делаете. Контроль наличия плесени в состоянии вашего укрытия. Продухи не закрываете, потому что плюсовая температура, чтобы проветривание было. В закрытом грунте у меня практически все, даже синтепон, снят. Снят, обработано марганцовочкой, слабым раствором и сухое. И не забывайте проветривать теплицы тогда. Потому что бывает солнечная погода. Вот вчера у нас было где-то в теплице 8-9 градусов. Это уже чересчур тепло. То есть проветривайте. Я вынужден проветривать. Двери открывать. Ну, одну, две там, или все, какие у вас имеются. В этом сезоне, наверное, даже отдельные формы я практически и не укрыл даже. То есть критических температур отрицательных я не заметил. Ну, было градусов 10, наверное, у нас. Меньше, наверное, не было. То есть это закалка в тот момент была и ничего страшного. А сейчас даже это ему укрытие, даже, ну, я считаю, лишнее. Главное, чтобы не подмокало. И опасный момент, наверное, будет у вас вот эта плюсовая налить вот эта вот. Чтобы не было легкое укрытие, спонбондом где-то сделайте. Ну, и чтобы оно было сухим у вас полиметром. Неукрованные сорта, в данном случае у меня что-то, регент, наверное, Юлиан, можно практически не укрывать. Ну, меня попадают под легкое укрытие, потому что я не ленюсь и укрываю практически все. В 90-х годах ученые заговорили о французском парадоксе. Выяснилось, что французы страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями гораздо реже, чем жители других стран. Причина была очень простая – в национальном пристрастии к красному вину. Исследование ученых показало, что именно в красном вине содержатся в уникальном сочетании столь полезные для сердца вещества флавоноиды. Доказано, что на юге Франции виноград разводили в 8 веке до нашей эры. По приобретению сортов более-менее удачно, которые выносили в прошлом году на моем участке, что я могу порекомендовать вам? Конечно, право выбора за вами, потому что вкусовые пристрастия во всех людей разные. Но по прошлому году у меня хорошо показали ультра-ранние, сверхранние и очень ранние формы. Потому что более позднее они на пределе успели, потому что у нас июль практически был очень холоден. И это сказалось на вегетации. То есть Маруся у меня, Смол Супер, Первозванный, Дружба, из темных Аюта, Бруно, Красобалок, Злато, Золотце. Что еще? Миш-миш Юпитер. Ну, из новинок сигналил, наверное, Зенит. Журавчик вишневый очень вкусный. Дива, ультра-ранние сроки. Забава. Ну, повторюсь, Маруся. Вот, она держит уже который год. Светлая форма, вкусна, долго висела у меня. Ну, как-то так. Так, и что еще? Это имеется в виду для открытого грунта. В закрытом грунте здесь можете любые даже, которые на улице у вас ультра-ранние, просто получите урожай на месяц-полтора раньше. Ну, то есть, руководствоваться нужно по срокам созревания вам. Где-то до 115 дней созревания, которое форма. Ну, где-то от 80-90. Это ультра-ранние формы. Так. Хочу добавить, что сезон укоренения уже практически начат. Уже, наверное. Ну, только не забываем, я имею в виду доставать на климатизацию черенки, укоренять все это дело, кто как, на каком методе, лучше на воде или в кельчеваторе производит. То есть, уже можно практически начинать. Но, не забывайте, при укоренении, потом, начало вегетации, листовой аппарат нужно освещать, проводить дополнительное освещение. Но я могу объяснить и показать, в данном случае, небольшой самодельный у меня осветительный прибор. И я освещаю уже который сезон. Использую светодиоды бикалорные, то есть, красный и синий спектры. Отлично прижилось. С которой сезон, экономно, удобно. То есть, иначе на подоконнике сейчас нет доставок света, у вас будут они тянуться, вот эти саженцы. И не забываем про филактические обработки. То есть, если вы начали уже в январе-феврале, то есть, не забывайте, хорошие солнечные дни начнутся в марте. То есть, месяца полтора-два вам придется это все дело досвечивать. Естественно, конечно, в комнатах в каких-то условиях. Выше 10 градусов, ну, комнатные, 20 где-то, как-то так вот. Этой ягодой в Древней Греции с успехом лечили простудные заболевания и восстанавливали упадок сил. В косточках и кожуре черного и красного винограда в больших количествах содержатся самые мощные природные антиоксиданты, чье действие в десятки раз превосходит витамин Е. Благодаря противовоспалительному свойству этого антиоксиданта, виноград является сильным антираковым средством. Виноградный сок способен не только снижать риск заболевания раком, но и подавляет рост и новые образования раковых клеток. Я надеюсь, что вам было интересно вместе с нами. Всего вам хорошего и до следующих встреч в передаче «Удачи на даче». Субтитры подогнал «Симон»!